Всем привет, друзья! Это канал Роза Заноза и я Светлана. Сегодня мы в очень интересном месте. Это Центр поддержки малого бизнеса. Называется «Мой бизнес» и здесь проходит ярмарка. Ну и первый же стенд, к которому мы подошли, хозяйка стенда Галина, представляет вот такую вот мастерскую карамели, ручной работы Глиняшкина. Производят они карамель с натуральными ароматизаторами и экстратами. Ребят, ну и мы тут уже сразу и залипли сварей, просто сразу. Галечка, расскажи, пожалуйста, про Монпасье. Вот как заново все сказала. Расскажи. Монпасье у нас представлено в нескольких видах. Это вот в баночках, это наша авторская серия «Открой со мной дверь». Это просто ассорти вот с таким дизайном, новогодний дизайн. Также у нас упаковочки есть в пакетиках, в коробочках. Натуральный состав с ароматизаторами натуральными, растительными экстрактами. Наши Монпасье в этом году удостоились звания регионального сувенира Тверской области. Отлично. Галя, вот в руках держите открытки. Расскажите про них поподробнее. Это карамельные открытки, тоже наша авторская разработка. Посвящена она серии «Отвери». То есть это наши любимые тверские достопримечательности. Здесь карамелька на палочке со съедобной картинкой, с изображением картин тверской художницы. Старый горский мост, козлы тверские, Афанасий Никитин, памятник, речной вокзал, Тверской императорский дворец и казарма Париж в Морозовском городке. Да, наш любимый Париж. Вот такая вот коллекция. Вы говорите, что они заняли какое-то место на... Да, мы заняли с этими сувенирами третье место на Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». Обалдеть. Который проходил в Твери с 1 по 3 декабря. И жюри очень высоко оценили наши... Ребята, ну это на самом деле здорово. Галя еще очень заинтересовала. Я думаю, что... И зрители заинтересуют, расскажи, что за наборы. Наборы для самостоятельного изготовления карамели. То есть вы открываете коробочку и знакомитесь с тверскими символами. То есть дети знакомятся в данном случае с тверскими символами. Лен можно сделать, рыбку, кораблик. И вот такого копика получают детки в подарок. То есть им можно почитать в этой коробочке об истории тверского козла. То есть в этой коробочке ингредиенты для изготовления. Есть уже готовая профессиональная карамель. Четырех вкусов. Это у нас в пакетике. Она разогревается, кладется в формочку силиконовую такую. Разогревается, становится пластичной массой, как пластилин. Но так как она горячая, ручки дети защищают с помощью защитных перчаток. Сверху одевают тонкие перчатки. И лепятся по нашей подробной разработанной инструкции вот такие леденцы. А покажите, какие они будут. Вот такие получаются леденцы своими руками. Здорово. В наборе есть еще вот такие упаковочные материалы. То есть для этих леденцов, чтобы они стали еще и презентабельными. И вот такие этикеточки. Это детки могут вообще сами сделать и подарить своим бабушкам, дедушкам, папе, маме. Мы разработали авторскую, новогоднюю серию нашу авторскую. Вот такие вот елочки и вот такие вот карамелька Новый год. Здесь новогодняя тематика. Потрясающе. Галечка, спасибо огромное. Ваш стенд просто вообще сразу нас и залепил здесь. Мы обязательно пройдемся. Я думаю, что мы вернемся к вам за подарками. Потому что от этого невозможно просто уйти. Просто так. Спасибо огромное. Спасибо вам. Будем ждать. Следующий наш претендент. Простите, пожалуйста. Как вас зовут? Меня зовут Татьяна. Танечка, здравствуйте. У нас семейная пасека Жилиных. Вау. Мы находимся около села Медного, деревня Троица. Ну и приглашаем попробовать наши медовые продукты. Танечка, вот ты мне сейчас дала. Вот сейчас попробовать дала. Дай варюшке попробовать. Скажи, что это такое. Варюшка. Дай ладошку. Варюшка, подставляй. Ладошку? Ты когда-нибудь пробовала цветочное пыльцо? Нет. Вот попробуй. Прям язычком слежи. Её собирают пчёлки и приносят нам. Это то, что, как Таня сказала, то, что они до улья ещё, да? Они ели. Они собирают, да. Это собирают цветов. Сами они формируют вот эти зёрнышки. А мы уже у них вот в таком виде всё это забираем. А вот расскажите, как забираете-то? А забираем мы тоже интересно. Хитрость такую придумали. Мы ставим коврик перед литком. Они вытирают ножки. И вот эти зёрнышки нам туда спадают. И мы сразу же всё это комплектуем в пакетики и привозим вам, чтобы вы были здоровыми, счастливыми. Танюш, что даёт эта польца? Скажи. Вы знаете, очень просто можно сказать. Вот пчелиная королева живёт 5-7 лет. Обычная пчела живёт 2 месяца. Почему пчелиная королева живёт так долго? Потому что она, ей делают пчёлы маточное молочко из пыльцы. То есть это, в общем-то, экликсир долголетия, друзья. Абсолютно точно. Кроме этого, она повышает иммунитет. Она поднимает гемоглобин. Она даёт энергию. Очень много энергии. У меня низкий гемоглобин. Мне срочно надо. Да. Если говорить про гемоглобин, то 100 грамм пыльцы съесть. Это как съесть полкилограмма говядины или 7 яиц. А вот сколько, Танюша, сначала стала говорить? Чайная ложка в день, да? Чайная ложка в день, да. Вечером её не рекомендуется есть, потому что она очень бодрит. Вот, поэтому чайная ложка. Вы хотите, можете съесть просто по чайной ложечке. Хотите, вы можете её добавить в творог, в кашу, в йогурт. Мне попросили. Она прекрасно, очень комплектуется, да. Танечка, сколько это стоит, душа моя? Это стоит 300 рублей 100 грамм. Понял. Сторон 300 рублей вот этого пакетика 100 граммового вам хватает примерно на месяц, где-то дней на 20. Поэтому ешьте... Танюш, что-то ты ещё хотела предложить, ты там попробовать. Что-то ещё стала трясти, да. Это перга. А это уже та же пыльца, только пчёлы её уже из неё сделали себе консервированную пыльцу. И это получилась перга. И называем... Пойдём. Мне кажется, она... Пойдёмте. Вау, как она пахнет. И называется тоже пчелиный хлеб. Вот. Она чем-то похожа, конечно, по вкусу. Но это уже немножко другой продукт. Ешьте на здоровье, потому что это очень полезно. Как вам? Вот у неё, если пыльца такой более понятный вкус, то в пергу надо въедаться больше. Кислинка появилась. В отличие от пыльцы, да? Да, да, да. И какой-то ещё аромат такой интересный. А потому что... Так. Потому что как пчёлы делают пергу? Они в ячейку закладывают зёрен 15 пыльцы, дальше заливают мёдом, закрывают крышечкой, и там происходит кисломолочное брожение. Поэтому это, в общем-то, совсем другой продукт. Ну, по-моему, не менее полезный, да? Не то, что не менее. Это очень полезный продукт для здоровья. Так, Танюш, ну я поняла. Значит, пыльца, перга, мёд – это естественно. Что за вкусняшки? Слушайте, а это моё изобретение. Девчонки, ну даёте. Это моё изобретение. Называется «Полезные карамельки леденцы с цветочным пыльцом». А, это не мышл похоже. То есть, да. Ну, вот оно, да. Вот это вот прям пара, вот, пожалуйста. Почему, в общем-то, вот такая задумка появилась? Потому что вот цветочная пыльца, она очень полезна для детей. Но не всегда дети охотно едят то, что полезно. Да, да, да. А вот сладость – это вот здорово съесть. Таня, а основа этого? Это карамельная основа. И идёт посыпка вот в виде пыльцы. Класс. Так, скажи мне, пожалуйста, кто занимается вот этим рукотворчеством, вырезанием из вушку? Я. Сама? Да, это свечи из натурального воска. И вот представьте тоже, какая тема интересная. Ведь пчелиная семья производит воск, воск производит только пчёлы. Больше никто в мире воск не умеет производить, а это ценнейший продукт. И одна пчелиная семья производит примерно полкилограмма воска. Вот столько за лето. То есть это пчелиная семья, это улей, рой. Один, да, одна семья или один улей производит вот столько воска. Представляете, насколько это ценный продукт? Это вообще, да. А понюхайте, как он пахнет. Пахнет он, я даже отсюда чувствую, как он пахнет. Танюша, а что за рядом? Вот лежит такое уже не так презентабельно выглядит, но наверняка оно как-то... Смотрите, это очень необычные свечки, вы их редко где найдёте, это катанные свечки. Так, это свечки катанные, тоже из воска с травами. Вот понюхайте. Блин. Вот теперь там помню. Ох ты. Вот это с полынью, это если есть какой-то у вас негатив или что-то вот вам хочется удовольствовать. Таня, я тебя сейчас расцелую вообще со свечками, с твоими вместе, потому что мне очень надо такие свечки. Вот, к сожалению, для богатства уже всё раскупили. Не надо мне для богатства, мне надо, чтобы дома было всё хорошо. Вот это. А вот это для любви. Ну, опять-таки для дома. А с чем она, скажи, для любви? Если вот это только полынь, то вот здесь трава мелисы, потом дальше медуница трава. Вот такие травы. Знаешь ты кто? Колдунья ты, вот. Колдунство это, вот у вас вот всё для любви. Фармацевты народные, да. Это, знаете что, это просто очень такой природная такая тема. Да ну, это же вообще потрясающе. Приезжайте к нам. Как пахнет. Дайте куда к вам ехать-то сейчас, я уже коней буду запрыгать. Деревня Троица, лето мы приглашаем на экскурсии познакомиться. Вот это вот хорошо для наших подписчиков вообще. А кроме того, есть ещё у нас другой вариант, то есть не просто на экскурсию, а приехать на релакс-тур и поспать в аппи-домике, сон на пчёлах. То есть вы приезжаете, и вот такой у нас домик находится, и спите на пчёлах. Под вами полмиллиона пчёл, вы с ними не контактируете, спите, отдыхаете. Ваши нервные системы. Я твой ролик не покажу никому, я сама поеду первая. Не показывайте, да, пока сами не попробуйте, никому не показывайте. Потрясающе. Так, хорошо, где ваши контакты найти? В контакте. Контакты в контакте? В контакте мы есть, да. Семейная пасека Жилина. А вот может с другой стороны повернуть с такожки. Ребята, ребята, я вам вот реально рекомендую. Да, спрячу. Танечка, спасибо огромное. Вообще, это просто потрясающе. Это мы ещё с вами не коснулись самого главного продукта. Это мёд. Ой, слушай, да, это уже целый отдельный ролик. Да, медовая тема, это вообще отдельная такая тема. Спасибо, солнце. Спасибо огромное. Ребята, я попрощалась с Таней, а потом у нас начался, естественно, закулисный разговор. И я говорю, Таня, а что нашим пчёлам-то в Твери жрать-то болото кругом? Она говорит, что у нас... Шикарное разнотравие, шикарное. Причём это ценнейший северный мёд. Он относится к палитре северных медов. Это какие травы? И дягель, и, конечно же, кипрей, донник, ива. У нас ива цветёт с начала апреля и до конца июня. Разный, прям вот такой, как конвейер цветения идёт. Таня, что ты говорила про пыльцу-то? Про пыльцу я говорила. Вот, кстати говоря, вот эта, чисто жёлтенькая пыльца, это пыльца с ивы. Чем она полезна? Тем, что она у нас очень жирная по сравнению с южной пыльцой. Поэтому она, у неё просто кладезь вот этой вот пользы. Угу. Понял. Вот в этой жирности всё делаем. Жирно у нас тут всё на болотах. Смотрите, мы закупились. Так, Диночка, рассказывайте. Здравствуйте, меня зовут Елисеева Дина. Я представляю туристический объект от Нодом Бронина. Мы находимся под Лихославлем, в Лихославльском округе. Мы проводим экскурсии, ремесленные мастер-классы, угощая фермерской едой. И на этой выставке, да, представлена продукция нашего производства. То есть ремесленные текстильные изделия. И вот в том числе фермерские пряники полностью из фермерских продуктов. Это нам говорят, пряники или? Да, пряники. Пряники все из своих продуктов, с натуральными добавками, без ароматизаторов, без красителей, без всего. Да, если хотите, можно попробовать. Дина, скажите, я смотрю, здесь вот ещё есть явно продукты пчеловодства. Да, но у нас фермеры держат пчёл. А что вот это такое? Это свечи? Это свечи из овощины. Смотрите, то есть это натуральный воск, жёлтый, да, который в бите. Он пахнет мёдом. То есть если вы понюхаете, вы почувствуете лёгкий-лёгкий запах мёда. Ну, соответственно, мы немножко украшаем ещё цветным воском, чтобы было эстетически привлекательно. А так это экологически чистая свеча. То есть она опять же без добавок, без силы. И когда, наверное, горит, пахнет пчелиной воском. Она даже сейчас, вот, если вы понюхаете, она пахнет воском и мёдом. А когда вы сожжёте, запах будет ещё Сергея. Так, Дина, это, видимо, такие стилизованные как бы новогодние игрушки, да? Даже с росписью что-то у вас? Это новогодние игрушки, это роспись. Это считается, что это наша тверская роспись. Хотя она очень близка к новогородской. Но вы как специалист по росписи должны это знать, да? На городец больше похоже. Но такой упрощённый очень сильно. Тем не менее, вот это прям вот то, что у нас в Твери расписывалось, у Досташкова. То есть она бытовала у нас просто. А вот это вот, Дина, я не пойму, это не вышивка, это печать? Нет, это тверское ремесло, набойка по тканям. Оно бытовало в Тверской губернии практически повсеместно, да. А при этой технике используются деревянные штампы и краски. И с их помощью создаются вот такие узоры. Этим занимаюсь я, это мое ремесло. Я занимаюсь этим больше шести лет уже. Ничего себе. Изделия абсолютно функциональные. Можно стирать, можно гладить. Краска стойкая, текстильная. Никуда не денется, не смоется, не полияет и так далее. Слушайте, вообще великолепно. Я так понимаю, это типа рушники и салфетки, да? Есть маленькие салфеточки, да, есть. Ну, рушники они сейчас не используются практически. Ну, да, да, да. В музеях это скорее такая дорожечка на стол небольшая. Вот, есть дорожечки побольше. Рисунки все традиционные. Это по мотивам нашей вышивки русской. Да, знакомы. Дина, вот мне интересно, почему ворона вот эта вот на... А я вам сейчас расскажу сказку. Да, расскажите, Дина, нам сказку. Давным-давно в деревню Бронино переселялись люди с севера. Поскольку современный Лихославльский район – это территория переселения карел. Если вы знаете эту историю, карелы переселились на Тверскую землю. Да. И они вынуждены были переселиться. Они долго шли по Тверской губернии, не знали, куда же им, где же им обосноваться. И когда они уже совсем выбились из сил, они увидели в небе стальку ворон. Карелы посчитали это хорошим знаком, потому что в скандинавской мифологии у финногорских народов вороны и вороны – это исключительно позитивная, мудрая, хорошая птица. Они зашли в эту деревню, увидели, что там есть дома, где можно поселиться. И в честь ворот, а вороны по-карелески – это брони. В честь ворот назвали деревню Бронино. Поэтому наша деревня Бронино-Воронино. Бронино-Воронино. Да, Бронино-Воронино. У нас дети так и говорят – Бронино-Бронино, серое-Воронино. Символ деревни – это птица, ворона. У нас вот есть сувенирная продукция, видите. Да, 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 вот я и смотрю. Я вам даже открою секрет. У нас детские программы, мы ведем в костюмах ворон. То есть, когда к вам приезжают экскурсии? Да, к нам приезжают школьные группы, и мы их встречаем в образе ворон. Вот у нас такой персонаж, который на нас работает. Потрясающе. То есть, у вас вот это туристическое направление развито хорошо? То есть, к вам можно записаться, приехать? Где вас найти? Как вас найти? Можно и нужно записаться. Обязательно возьмите визиточку. У нас есть группа ВКонтакте. Как я смотрю, ВКонтакте у нас развивается хорошо. Да, либо ВКонтакте наберите «Этнодом Бронина». Этнодом Бронина. Я просто обязательно, держи, Варюш, я обязательно это выставлю на канале, чтобы вас можно было легче найти. Да, спасибо. Да, чтобы люди могли приехать, ведь скоро весна, лето. У нас очень много друзей москвичей, которые скучают. Да, мы проводим. У них есть дети. Очень хорошо. Мы проводим все традиционные праздники. Вот у нас сейчас новогодние каникулы, будут святки. У нас будет масленица. У нас будет лето. О, друзья, масленица, святки. Вы что? У нас летом будет замечательный фольклорный праздник «Иванов день». Мы на него второй год подряд выигрываем конкурс президентских грантов. Ничего себе. Мы грантополучатели. Да, это будет шикарный праздник, поэтому обязательно приезжайте. А анонсы эти выставляете на своей странице ВКонтакте. Все в группе ВК, да. Так, друзья, ВК рулит. Что я могу сказать? Дина, спасибо огромное. Просто вообще и сказка шикарная, да. Ну, мы же выкричали, да, за ней? Да, Дин, расскажите. Вот это вот лично к вам прям вы сказали относится. Я обратила внимание на эту вешалочку, а вы сказали, что это относится лично к вам. Ну-ка, рассказывайте. Чем это, как это относится? Смотрите, во-первых, вы можете на меня посмотреть, да, или видите на мне практически такое же платье. Мы в этом году запустили идею создания платья на основе женской традиционной рубахи. Ну, то есть что такое рубаха, да? Это предмет одежды, который женщина сопровождала там всю ее жизнь, начиная от рождения. Ну, я думала, сарафан. Рубаха. 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 Рубаха – это нательная одежда. Девочка рождалась, и на нее надевали рубашечку. Ну, и как бы до самой смерти. Сарафан – это более уже взрослая история, да? Девочка могла ходить в одной рубашечке. И мы решили сеть вот такие платья на основе старинного кроя женской рубахи. То есть здесь абсолютно аутентичный крой. Вот. Это прямой покрой, да? То есть здесь нет ни выточек, ни каких-то косых линий. Это прямой покрой, но за счет чего… Он садится на любую фигуру. На худенькую, на пышную, на любой возраст. Но за счет чего комфортно сидит? За счет того, что вот здесь есть такая сборочка, да, на городе. Как, опять же, в традиционных рубахах. Здесь под мышечкой есть такая ластовица, видите? Да-да-да-да-да-да. Это в любой рубахе вы найдете. И на плечах вот есть такая деталь, как погон, кто-то ее называет. Это полик. За счет него рубаха комфортно садится. То есть на фигурку села, каждому платью есть пояс, мы поясом зафиксировали, подчеркнули все, что нам надо подчеркнуть, и это платье совершенно комфортно носится. Шьется из натуральной ткани, комфортно в любую погоду, это или хлопок, или лёг. То есть мы шьем только из натуральной синтетики. Но оно даже и выглядит, в общем-то, очень натурально. Просто вы когда натуральное платье наденете, вы после этой синтетики не будете носить. Да, да, согласна. Так, Дина, шарфы, это просто тоже какой-то ваш аксессуар? Шарфики, это наши аксессуары, это делаю я, это ручное качество на станке. То есть практически на таком же станке, на котором работали наши бабушки. Вы просто, друзья, не видите мои глаза, которые сейчас пялятся на станке, на ткацком. Да, ткацкий станок. Вот видели, наверняка такие большие станки раньше в избах стояли. Но сейчас есть более современные станки, они ставятся на стол, их можно переносить, их легко заправлять. И вот на таком станке могут делать шарфы. Неплохо мы зашли-то тут, очень много интересного. Очень медитативное занятие, вот расслабляет после там трудного дня, просто шикарно. То есть вечерочком сесть на ткань. Вы знаете, что самое приятное? То, что возрождаются традиции. Возрождаются традиции, и не просто, да, там где-то куплено за 3 рубля, да, и продано здесь за 10. А это ваше творчество, еще и из натуральных тканей, и еще и с применением, да, ну, как бы технологий, которые отсылают нас тоже к прошлому. Это вообще просто потрясающе. Я горжусь, горжусь своими земляками, если честно. Спасибо большое. И вот, знаете, вы совершенно правильно отметили, да, мы сохраняем традицию, безусловно, да, но мы постараемся делать современные вещи. Да, да, ну это важно, они должны же быть все-таки востребованы. Да, вот, соткать на отказском станке не половик, вот, который у бабушки был, а соткать, например, шарф. Шить там не полностью традиционный костюм, потому что его будут носить немногие все-таки, а шить вот такое, ну, условно, современное платье, которое можно куда-то надеть. То есть вот это мы пытаемся еще донести. Спасибо, Дина, огромное. Пожалуйста. Так, друзья, продолжаем дальше. Вот такой вот следующий стенд, мыло ручной работы. Здесь такая стоит красавица Ирина в кокошнике. Здравствуйте, у нас натуральная уходовая косметика для тела волос. Ирина, расскажите. Слезватные шампуни, твердые, жидкие, резьбаторы, суфли, очень крутые, очень нежные таллы. Ирина, помедленнее, ну-ка, ну-ка, расскажи, рассказывайте. Да, шампуни, смотрите, против выпадения волос мед до пива. В состав идет золот, мед и женьшень. Где производятся шампуни? Производим все в наш тверской продукт, наше тверское производство. Бренд называется «Мама варит». Я являюсь хозяйкой магазина «Зарга» в нашей двери. Да, это единственный эксклюзивный магазин, пока магазинов у нас пока нет. Обалдеть. А на каких-то интернет-площадках это можно приобрести? Да, на интернет-площадках у нас пока только... Ну, в основном я это продаю в живом магазине. На интернет-площадке в Литуаль есть. И у самого производителя, да, на сайте. А вот это сухие шампуни, да? Это твердые шампуни, это сахарные скрабы, соляные скрабы, суфле для тела. Ребята. Смотрите, название «Ревенебион». Это сахарный скраб обновляющий. Он прям пахнет ревнем и пионом. Очень вкусный экстракт ревнем и пионом. Клюков сахара, витаминное питание. В нашей каждой баночке большое количество масел, поэтому будет очень крутая кожа. Знаете, да, сахарный скраб два раза в неделю, соляной один раз в неделю. Не взглопотребляем. Конечно, мы знаем. Березовый веник очищающий. Прям пахнет реально березой. Боже, какая прелесть. Можете прям послушать. Ну-ка. О, боже, девчонки, какие ароматы. Я здесь... Так, сегодня последний день, Ярна? Сегодня последний день. Приходите к нам в живой офлайн-магазин. Мы находимся по адресу Проспект Ленина, 23-1, рядом с аптекой Офрика. Это тоже русалка. Это антицеллюлитный соляной скраб. Он пахнет парфюмерным. Давайте я вам дам послушать, чтобы реакцию и эмоцию. Хвойный мне бы тот с елкой больше понравился. А это такой нежный. Это аромат моря. Также у нас есть вот такие вот суфле для тела. Это печенькой пахнет. Печенькой? Оно и называется печенье сахарное. Я даже, по-моему, нос туда сунула свой. Классно. Которые экспериментируйте. Баттер-суфле, он подтягивающий. Ирина, скажите, пожалуйста, какая ценовая политика-то продукция? Цены разные. Ну, вот, например, на мыло 250 рублей вот такие вот кусочки. Мыло все тоже очень бомбически и вкусно пахнет. Можно детям. И после первых мгновений жизни. Хорошо смывает косметику. Абсолютно не сушит кожу. Поэтому наше мыло очень крутое. Оно бессульфатное, как я уже сказала. В целом продукции бессульфатное. Так, а, например, скрабы? Скрабы цены тоже 600-500. Вот это вот 650 вообще. Но сегодня у меня все по 600 стоит. Поэтому цены вот. Твердые шампуни по 650, но здесь сегодня все по 600. Ирина, что значит твердые шампуни? В чем фишка твердого шампуня? Смотрите, твердый шампунь. Во-первых, он выглядит вот таким же образом. Как и мыло? Да. Вот здесь еще есть петелька. Помылись, повесились, стеклось и обратно положили в баночку. Очень удобно брать с собой. Это большой плюс. Так. Во-вторых, вот в такой одной баночке, вот в таких четыре бутылочки. Ничего себе. Поэтому он очень экономичный, его хватит надолго. Он, если положить даже в мыльницу его, он не будет там киснуть, не будет записать. Потому что это не мыло, а все-таки это шампунь, это твердость идет. Во-вторых, в третьих, в четвертых, в пятых, мы, короче, что мы делаем? Мы мочим волосы, как обычно. Мы знаем, что надо капельку капнуть жидкого и размылить. Здесь то же самое, только вы взяли этот кусочек и втерли в корни. И распределили руками по всей длине. Он очень хорошо мылится и хорошо пенится. И очень экономичный. Так. Ирина, а вот в этих баночках что, расскажите? А, это жемчуг-шиммер. К сожалению, у меня вот сегодня нет тестера, но я вам сейчас покажу кусочек видео, на котором видно, как он бурлит, шипит и будет красивая перламутровая ванна. А, то есть это для ванны. Это для ванны. Ну-ка, рассказывайте, показывайте. Вот. Видео с видео. Да, видео с видео. Вот она, какая красота. Перламутровая волна. Вау. Этот шиммер не остается на теле, не остается на ванной. И его можно пить. Его добавляют в шампанское. Он биоразлагаемый. Поэтому он абсолютно без ветер. Не пугайте меня. Да, согласна. Так, а какую пользу он дает в ванной для кожи? Смотрите, для кожи. Во-первых, он на основе увлажняющего компонента. Большое количество масла в составе идет. Вот минеральный увлажнитель, масло миндаля, экстракт черной смороды, пигмент косметический, краситель пищевой, витамины А, Е и С. Будет обновленная кожа, напитанная витаминами и маслами. Слушайте, вообще. Это диво дивное. Оно будет пахнуть парфюмерным маслом вот таким. Ну-ка, видите. Понимаете, как вкусно пахнет. О, класс. Да, в мыле это называется отвязанная вечеринка. Есть такой парфюм. Это будет с клубничным ароматом, с витаминным комплексом, с увлажняющим эффектом. А это будет ванна Клеопатра. Девица красавица. Только хотела про Клеопатру сказать. Да, на основе сухих сливок большое количество масел в состав идет. Будет тоже очень крутая кожа. Каждая баночка по 450 рублей. Ценовая политика. Отлично. Ирина, вот я еще тут заметила какие-то украшения. Ну-ка, расскажите-ка. Это вы сами делаете? Это мы сами делаем. Колечко. Смотрите, казалось бы, да, с бисером, но, во-первых, есть натуральная бусинка. У меня тоже есть такое на пальчике. Они, во-первых, невесомые, не такие уж тяжелые, громоздкие, как серебро и золото. Во-вторых, вы серебром и золотом не сможете сделать массаж. Очень часто у многих людей болят суставы. И вы берете это колечко и делаете, во-первых, самим бисером хорошо. Можно бусинкой прокатать каждый суставчик со всех сторон. А, то есть это не только украшение, но еще и для массажа пальчиков. Мы очень часто бывает переживаем, что-то нервничаем. И вот теребим колечки серебро-золото на массажах. Ой, это Варе надо. А это прямо вот красота. Вы можете его повернуть в любую сторону и сделать такой вот массаж. Во-первых, он на резинке, на прочной силиконовой резинке он не порвется. Они невесомые. Я, если честно, прихожу домой, все это снимаю, а это одеваю обратно. Потому что мои любимые агаты, это кризообраз зеленый. Да. Также вот украшение. Это агат вены дракона. Смотрите, какая красота. Само слово агат, видите, какое он, переводится как счастливый. Его нагревают, почему вены дракона? Нагревают до температуры 4000 градусов. И в этот момент он становится еще прочнее. Но делает как будто бы такие лопающиеся движения, как будто лопать. Но на самом деле он еще больше затвертевает. Вот он есть в таком браслете. Агат в кракле вены дракона. Это лава. Лава очень хорошо укрепляет костную систему. Ну и вообще это заземление. Человек, чтобы не летал в облаках, чтобы, например, реализовывал свои какие-то возможности в жизни. Это вот. И сколько стоят такие украшения? Вот такой вот комплект 800. Вот эти все, каждый штучка по 600. Это аметист. Я очень люблю аметисты. У меня он есть вот тоже. Вот аметист. У меня бусы. Вот смотрите, какие. Без аметиста. Да. Вот аметист это самый такой... Он берет восьмую чакру, грубо говоря. Это, который, во-первых, он успокаивает и гармонизирует. И еще он еще называется, переводится слово аметист, непьяный. Его раньше в старину делали из него чаши и пили вино, чтобы не опьянеть. Он, как бы, человека убирал все яды, грубо говоря, нейтрализовал. Вот. Это фиолетовый кварц. Есть еще горный хрусталь, это белый прозрачный. И розовый кварц. Кварц еще очень хорошо защищает человека от электромагнитных излучений. Тоже большой... Слушайте, вы это, энциклопедия ходящая вообще. Благодарю вас. Поэтому их очень хорошо. Если не носить с собой, то хотя бы поставить штуетку около компьютера. Либо, например, когда вы смотрите, например, телефон... Вот этот вот камешек, да? Этот розовый кварц и белый кварц хрусталь, грубо говоря. Вот они очень хорошо очищают электромагнитные излучения. Но фиолетовый кварц дает хороший сон. С ним хорошо спать, его можно положить под подушку. И будет налажен сон нормализован. Он гармонизирует человека не только, чтобы он прям его расслабит, убаюкает. Но он будет понимать, давать человеку осознание того, что не нужно волноваться и нервничать. Надо будет внутреннюю такую гармонию и спокойствие давать. Супер. Поэтому я вот его очень люблю и нашу. Так, вы представляете сегодня бренд Кокошник. Мама варит Кокошник. Да. Называется Кокошник. Так, расскажите, как называется вот это вот. Смотрите, у нас вся линейка отсыл. Во-первых, видите, Кокошники везде изображены. Кокошники. Это отсыл к нашим русским традициям. Потрясающе. Даже, смотрите, название какое. Золотая рыбка. Да, шампунь. Черномор. Название шампуня. Либо вот такой вот шампунь. Лукоморье. Это же наши русские народные сказки. Да, да, да. Наши Кокошники. Да. Кисельные берега. Это же прям вот. У нас все на слуху. Это наши традиции. Мы хотим развивать наши традиции. Друзья, в группу ВКонтакте есть, в которую можно зайти, ознакомиться с продукцией. Правильно я Ирина говорю? Да, да. Все правильно. Магазин Зарга. Да. Вот магазин Зарга. Но это я вам показала. Бренд Кокошник, который сегодня Ирина представляет. Вообще потрясающе. Супер. Суперите, всех ждем. Да. Так, я чувствую, что мы сегодня отсюда просто так не уйдем. Я не знаю, насколько получится это видео. Сувениры из дерева называется. Резное царство. Ребят, ну вот мы подходим. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Марию. Марию очень приятно. Ребята, смотрите, какая прелесть. Мелодорство. Да, наши любимые киски обнимаются. Смотрите, как здорово. Как ты неразвучник. Мои любимые белки. Мои тотемные животные. Ой. Ммм. Зайчики. Все сделаны по принципу пазлов. По принципу пазлов. Маш, это рассчитано на детей, да? Или вообще как? Взрослые очень любят. Взрослые тоже любят, да? Такие свинечки. Такие свинечки. Попопищечать будет. Мы сейчас сделали под Новый год еще дракончик. О, драконы. Класс. Подарочный вариант в коробочке. Здорово. Маш, хорошо. О, смотрите, козел тверской. Видите, в разных цветах причем. Здесь же на выставке тоже могут быть. Да, да, да. Ой, посмотрите, какая любовь. Самое главное слева. А, ну, розовая какашка. Кто-то говорит, это суфле, зефирка, облачка, возможно, даже. Но, по-моему, у них ничего плохого. И что-то позитивно. Очень мило. Ну, между прочим, да, ангелы тоже кракуют. А может быть, они кракуют розовыми какашками? Почему бы и нет? Не исключено. Да, не исключено. Маш, скажите, по ценовой политике, как вообще? Как плюс-минус от 400 до 600-300. 400, 500, 600. Ага, окей. Такие вот, может быть, по 300, слойненькие. Зайчики. Такие одиночные. Вот так вот котики они получаются. Маша, это у вас собственная мастерская, правильно? Мастерская, да, на Уфина. Собственно, мы там вырезаем на лобзике фигурки, потом выжигаем, закрашиваем, полируем. Получается вот такие вот. Потрясающе. Маша, а где можно это приобрести вне ярмарки? У нас есть группа ВКонтакте. У нас есть на Marketplace, на Ozon, на Wildberries. Да? Ага. Вот это я, конечно. Вот, возьмите видеточку. Да, Варюш, дай-ка мне. Подожди секундочку, да, я знаю, что я тебе отдам. ВКонтакте. Да. И набрать телефон нашего начальника. Начальник. Самое главное, что начальник. Чувальник. Да. Здорово. Смотрите, а тут целое семейство. Да, мы делаем большие семейные композиции. Среди детки. Можно сделать даже с именами, именные будут. То есть на каждом члене семьи будет своё имя. Ну, это, наверное, через ВК можно заказать, да? Да, можно заказать. На Marketplace это такая вот типовая продукция, которая подходит для всех. Да, у нас есть линейка, а есть вот такие вот варианты, когда можно сделать заказ. У нас там заказывали карасиков, например, и разлучников. У нас заказывали семейный герб, когда была кошечка, белочка и маленький как-то девчонок посередине. Да, я не знала, как это можно сделать, но Кирилл сделал. Утрясающе. Вот такой логотип, резное царство. Спасибо, Маша, огромное. Спасибо. Так, друзья, ну не могу я пройти мимо самого главного, наверное, участника этой ярмарки. главного, потому что это моя коллега, моя подруга, моя Олечка. Оль Балаева представляет свою продукцию, которую она тоже делает своими руками. Оль, расскажи, что это, из чего это, для чего это? Это интерьерные изделия. Всем привет. Это интерьерные изделия из эко-материалов, из натурального хлопкового и джутового каната. Что произвожу, это корзины различных форм. Здесь, к сожалению, присутствует только часть. Разные формы могут быть, высоты, комбинирование оттенков, разных фактур. В них можно хранить всё, что угодно, именно в корзинах. Это как тот горшочек, да? Да, всё входит и выходит. Да что хочешь, к ним можно хранить. В больших корзинах можно бельевые делать. Вот это вот прям вообще какая огромная. Бельевые можно хранить лук. У меня некоторые кладят лук. Кто-то пледы, кто-то книги, журналы. Есть сервировочные комплекты специально для того, чтобы украшать новогодние столы и повседневной жизни. То есть для тарелок, подставки для... Оля, это как-то стирается, моется. Что с этим можно... Как ухаживать? Хлопковые изделия можно подвергать механической стирке. Джетовые нельзя, потому что джут превращается в камень, когда намокает. И можно сломать машинку. Оля, я смотрю, ещё тут салфеточки какие-то. Это тоже? Да, салфеточки. Часть аксессуаров. Это специальные тоже текстильные декор для столовой. Они из хлопка 65%. Остальное это пропитка для того, чтобы когда разливается что-то, проливается... Ну, вино, например, да? Вино, там, я нечего шампурусик тоже. Чай и так далее. Можно просто промокнуть. Салфеточка, она скатывается. Да, Воль, скажи, пожалуйста, на какой площадке можно твою продукцию посмотреть, купить, приобрести? Ну, вот на ВК больше всего можно там посмотреть, это на сайте. И приобрести, если оффлайн, то в студии текстильной дизайной фактуры на Коробково 1. Есть. Вот эта вся красота. Ну, вот подписчики, подписчики канала Роза Заноза на Ютубе, они, знаешь, вот от Владивостока, да? Все через ВК тогда или, ну... И, наверное, в Розах Занозах Ярмарки ты скоро будешь, А, да-да-да, я там подключилась, еще не выложила ничего, я еще не освоилась. Да, да. Так что я вот совратила свою подругу. Это очень прекрасно. Учитывая, что ярмарка, это очень здорово, когда есть ручной труд и люди, которые... Есть возможность реализовывать его для заинтересованных людей, да и, в принципе, там же можно и как-то состыковаться, потому что Телеграмм дает возможность выйти напрямую, да, то есть это не безликий человек, который выложил свое объявление. Ты можешь зайти в его личные контакты, написать, Олечка, здравствуйте, а я вот хотела вам предложить километр джутовой веревки за очень дешево. Вообще, очень прекрасное предложение принимается. Пишите уже, пробуйте. Пишите, пишите. Так, Оля, где ВК, где контакты? Так, 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 вот, пожалуйста, вот здесь вот есть. Но нету ухода, он... И, кстати, у нас в другой стороне как раз по уходу. А, это вот... Ну, мы это все вставим. Окей, хорошо. Спасибо, дорогая. Спасибо вам большое. Так, друзья, мы нашли еще очень интересный, интересный стенд. Конечно, я не буду вам от себя это напороть. Вот мы сейчас познакомимся с хозяином стенда. Как вас зовут? Меня зовут Андрей. Андрей, расскажите. Мы занимаемся производством сыродавленных масел. Линейка более 10 видов. Сейчас составляет здесь и новые позиции. Это расторопша, рыжиковое масло. Рыжиковое масло? Это из чего? Это рыжик кофевной. Ну, вот, оно похоже на горчичное. Также есть линейка безглютеновой продукции. Это веганский пармезан. Более 10 видов муки безглютеновой. Вот. И, собственно, вся эта продукция направлена на то, чтобы оздоровить наш организм. На здоровое питание, да? На здоровое питание, потому как сейчас очень важно наш организм питать правильными маслами, да? Ну, учитывая, что мы жрём очень много пальмового, да? Золотую семечку нужно, как говорится... Исключать из рациона, да? Олейную золотую семечку, потому что эти масла, они рафинированы, дезодорированы, и в них уже, конечно, полезных веществ никаких не остаётся. Собственно, для жарки есть у нас масло кхи, кокосовое масло. Это те масла, которые имеют низкую точку дымления, да? То есть, и при большой температуре они выделяют таких канцерогенов. Андрей, а вот это в баночках, это что? Вот, это как раз я и говорю. Масло для жарки, да? Да, да, да. На нём жарить. Здесь веганский пармезан. В основе это кедровый жмых и специи. Это для ребят, которые не едят молочку. Андрей, вот здесь, вот на этом столике, что расскажите? Вот я тут смотрю, смесь жмыхов, да? Да, здесь... Как их использовать? Для салатов и для каш. У нас два вида. Они различаются тем, что в одном есть жмых кедровый, он придаёт такой сладковатый вкус. Это для каши. То есть, можно добавлять в каши, можно вообще заваривать водой, как каша получается. И есть смесь жмыхов для салата. Здесь присутствует чёрный тмин, он придаёт пикантность такую некоторую салату. И вот смотрю, ещё мука есть, да? Мука у нас здесь представлена, ну вот я сюда, да, два вида всего. Ну, у нас есть более 10 видов, как и, собственно, масел, да, которым отжимаем. Она делается, перемалываются уже отжатые семена, обезвоженные маслом, да? То есть, если перемалывать сразу семена, то мы получим мурбейчик. Ага. Вот, здесь же уже, ну, в ней всё равно процент масла большой, пакетики промасливаются со временем. Здесь также шоколад. Да, Андрейка, ну, расскажите-ка, что это за дизайн такой вы говорили, да? Шикарный. Да, шикарный. Кто задум придумал такой? У меня супруга. Супруга, да? Она подшутила над вами, да? И вообще над всеми мужчинами мира. Пельмешки, да, шоколадная шоколадка и белый шоколад, тут пельмешки. Шикласс. Ну, к 23 февраля, да, можно такие. Это ручная работа, шоколад, она украшает вручную. Здесь это уже наши стандартные шоколадки, которые представлены на сайте. У вас еще и пасека своя. Так, а вот это что? А это халва на меду. Делается как раз-таки тоже из безглютеновой муки на основе меда и нашего масла. Потрясающе. И в тайных баночках. В тайных баночках тут у нас шоколад с махами. Такая вкусняшка на печаль. Вау. Андрей, это получается семейный, да, такое? Да, у нас семейный. Как вообще к этому пришли? Почему? Вы вообще тверские? Мы из Твери. Из Твери. В 2016 году мы переехали за город, построили там дом и пришли к тому, что хобби стало уже бизнесом, который приносит пользу людям. Ну, как бы удовлетворение приносит, да. Всегда думали о том, чтобы наше дело было не только для нас каким-то доходом, но и было социально полезным. Собственно, к чему мы и пришли. Ну, вот так вот, если по профессии, то вы кто? С кем были и кем стали, да, вот если? С кем были? Служил в органах. Служил в органах. Ну, вот так вот. А теперь вот так пользу людям приносит. Супер вообще. Андрей, ну, вообще, очень приятно было познакомиться и узнать о вашей продукции много. Расскажите, где ее можно найти на просторах интернета? Ее можно приобрести, если вы в Твери, то это Тверской проспект, дом 8. Там у нас есть вывеска и находится наш магазин Showroom. Там можно познакомиться с нашей продукцией. Называется он Любимовка, да? Да, продукция по месту Любимовка. Вывесочек там есть. Вот. И сайт любимовкамаркет.ру. Там представлена вся наша продукция, доставка по всей России. Вот. Великолепно. Можно сделать заказ. С деком почты отправляем. Великолепно. Это ваш логотип, правильно? Да. Любимовка, сыродавленные масла. Сердечко в домике. Ну, друзья, я ссылочку обязательно оставлю в описании и в первом закрепленном комментарии. А сейчас мы, пожалуй, будем тратить деньги. Спасибо большое, Андрей. Делаем. У нас тоже надо слабости случается, когда Друзья, ну что ж, я думаю, что, наверное, заключительный этап у нас будет авторская керамика. Я не могу пройти мимо такой красоты. Просто потрясающей красоты. Неимоверно красивой, неимоверно авторской, неимоверно уютной, теплой. И такую красоту представляет очень милая девушка, которую зовут Александра. Александра. Боже, у нее еще имя потрясающее. Александра, расскажите про вашу керамику. У нас мастерская наша авторская, семейная мастерская, в которой мы пока экспериментируем во всяких разных направлениях, со всякой разной длиной, поэтому пока открыт. Абсолютно не утвердились в каком-то одном направлении, но зато это у нас так. Вы знаете, как джаз, импровизация у вас, да? Да, да. Понятно, то есть очень ценно. Возможно, это не создает какой-то целостной картины, но нам нравится. Мне тоже, если честно. Я очень люблю такие вещи, когда... Ведь, между прочим, поиск, порой именно когда ты в поиске, создаются самые уникальные вещи. А когда ты уже как раз, как вы говорите, находишь типа то свое, это уже становится немножко штампом. А главное для нас это инструмент выразить вот эмоции. Эмоции же всегда меняются, да? Вот мы съездили сегодня на ярмарку, точно будут какие-то? Точно будут, да? Но я думаю, розы-то должны слепить. Скажите, видели, мы там одну розу за носу ходили с своим телефоном. Разве? Можно слепить прекрасней, чем это делает природа. Согласна. К сожалению, конкурировать очень сложно. Так, ваша мастерская называется... Азимус. Азимус. Именно на первый слог, да, ударение? А, на второй, азимус. Как нравится. А я бы так сказала, азимус. Мне тоже так больше нравится. Александр, скажи мне, это вот прям дом-дом, да? Он для чего? Как вазу можно использовать? Как органайзер. То есть он водонепроницаемый абсолютно. Его можно из него целую улицу составлять. Можно использовать как пашпо. Вау. Слушайте, получается все от начала до конца. Глина, изделие, обжиг, роспись. Да, да. И вы находитесь в Твери, правильно? Мы находим, мы базируемся, скажем так, в Макшино, Камаковский район. А-а-а. Вдохновляемся природой, просотками. Слушайте, а тут вот, знаете, 90% вдохновляются природой. Я смотрю, природа-то ого-го как вдохновляет. Да, да. Скажите, это все вот авторские изделия, а их где-то можно приобрести, ну, не только в магазине, например. Вот мы пытаемся развивать нашу интернет-площадку, но это все время затягивает в творчество, в процесс. А интернет-площадка это где? Это ВК? Контакт, ВК. Пока мой ВК. Отлично, я обязательно покажу. Я взяла, если что. Ты взяла, да? Да, пулыка. Отлично. Так что милости просим. Да, да. Готовы реализовывать или участвовать в любых идеях. То есть мы пока вот не такие закостенелые, да? Мы пока вот открытые. Открытые, да, для творчества. Ориентированные. А вот это вот что такое, Зая, вот эти девочки, вот эти с открытыми? А это, смотрите, вниз может поставить свечку. А, это Aruma-лампа? Да, да. Просто это, я их смотрю, стоят девки без этого, без черепа. Я говорю, это же мы, разанутые. У нас голову сносят, когда открываются каталоги с розами. И все, вот у нас вот там вот розы только одни. Больше ничего нет. Класс вообще. Супер. Спасибо огромное, Александра. Очень было приятно познакомиться и посмотреть на ваши изделия классные. Ну что ж, друзья, мы вернулись оттуда, откуда начали. Мы прощаемся с ярмаркой. Было очень интересно. Мы провели здесь... Варюш, сколько времени мы провели здесь? Несколько часов, да? Несколько часов. Здесь шишек. Помните, Маша варила варенье из шишек? Мы это вам не показали, но мы вам вот так вот покажем. Домашняя тушенка, консервы и варенье. Мы все взяли, всякие разные листовочки обязательно покажем. Смотрите, какая красавица стоит. Вот, это мы вам показали. Ну, ярмарка не такая уж и большая. Кстати, вот есть такие русская нарядница, авторская сувенирная кукла. Тоже очень интересная. Новогодние вот такие вот украшения елочные, авторские. Плюс еще есть вот такие боярыни, авторские. Прямо в костюмах. Много всего интересного. Есть фруктовые чипсы, все это ручная работа. Есть расписные пряники. Посмотрите, какая красота. Как его есть? Ну, как его есть? Сердце кровью обольется. С удовольствием. С удовольствием? Вот такие вот у нас молодцы, девчонки. Ну, это мы уже, понятно, уже набрались. Танюша. Вот, да, кстати, Олегу Сергеевичу мы купили вот такой вот чай, который много-много разных там травок, ягодок и всего на свете. Вот. Что еще? А вот еще вкусняшки. И шоколад. Шоколад. Ручной настоящий шоколад. В общем, ребята. Ну, еще и плюс и ювелирочка тут есть немножко. Это, я так понимаю, Андрей, изготовление украшений. Серебро, наверное, да? Наверняка, используете. У нас серебряные украшения, да. Также мы работаем с золотом, плотиной и другими фрагнями различными. Проводим ювелирный мастер-класс. Можно прийти своими руками сделать. Даже вот так вот. Вот эти красоты колонны. Потрясающе. Вот все. Наверняка есть же какая-то поддержка этой ярмарки. И все участники где-то есть представлены, нет? Конечно. Вот. У нас в своей студии есть сайт, контакт. Угу. Заточен на ресторан. Друзья, ищите. Мастерская, студия, ювелирная студия Dream. Вот. Вот такая вот. Ничего лишнего. Польза. Только польза. Шоколадные подарки. Все очень вкусно. Девчонки. Все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Нам тоже огромное спасибо. И мы на самом деле с Варюшей очень счастливы, что мы здесь оказались. Решли без печи. Да. Пошли домой, есть, пить чай. И отдыхать. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok